Победоносный голос верующего И приносить новое понимание того Что действительно вовлечено В исполнение заповеди любви Почему Иисус заповедал нам исполнять это? Это не обязательно Я имею ввиду, Он утвердил закон Закон Иисуса Чтобы исполнять его И в этом заключено что-то гораздо большее Чем просто хорошо относиться к людям В этом вовлечена вся жизнь Но заповеди его не тяжкие Вы ничего не теряете Нет Вы ничего не теряете Это дает что-то Да Он собирается приготовить для нас Говорится, что его обетование Да и аминь Если он дает заповедь, то в этом есть обетование Потому что нет такой вещи, как заповедь без обетования Какой была первая заповедь с обетованием? Возлюби Почитай твоего отца и твою мать Чтобы продлились дни твои Да, это была первая заповедь с обетованием Связанным с ней Он сказал, почитай отца твоего и мать твою И ты будешь жить долго на земле Таков он, Крифло Почтение всегда связано с обетованием Но также и непочтение Действуйте в непочтении И будет результат Во второй главе первой книги царств В одном из переводов написано Почитающих меня я почту А презирающие меня будут в пренебрежении Но почитание Бога всегда имеет обетование с обратной стороны Чти Господа от начатков всех прибытков твоих И наполнятся житницы твои до избытка Почитай отца твоего и мать твою Чтобы продлились дни твои на земле Это духовный закон, верно? Это закон А закон — это что-то утвержденное Это утвержденный принцип, как гравитация Для всякого, кто его задействует Он будет действовать одинаково Поэтому он установил этот закон любви Чтобы для каждого, кто его применит Он действовал так же, как и для любого другого Это заповедь И я думаю так Заповедь, завет, обетование Я верю, что Господь здесь делает именно это Я даю вам заповедь И в то же самое время я заключаю с вами завет И в то же самое время я даю обетование Поэтому мне не нужно бояться, что я лишусь чего-то Исполняя его заповеди Это для моей же пользы Исполнять его заповеди Знаете, когда ваши дети маленькие Вы даете им определенные приказы Сынок, сделай сейчас это Я приказываю ему это сделать Потому что я никак иначе не могу заставить его это сделать Я приказываю ему это сделать Но в данный момент Он не понимает, зачем я приказываю ему это сделать Но я знаю зачем Потому что если он сделает это И сделает это так, как я говорю ему это сделать Я знаю, что это будет работать Я знаю, что это принесет пользу его жизни И принесет результат Он будет наслаждаться результатами этого После того, как он научится этому То будет делать это не потому, что папа приказал ему это сделать А потому что это работает Потому что это благословило его жизнь Он делает это теперь потому, что наслаждается пользой И плодами исполнения того, что отец научил его делать за годы до этого И точно так же с этой заповедью В этом есть жизнь Знаешь, я задам вопрос для телезрителей, для всех нас Почему людям так сложно понять, что если вы будете исполнять эти заповеди Бог сказал, я благословлю тебя Почему людям так трудно прийти к тому, чтобы исполнять это? Одна из главных причин, особенно для людей в церкви В том, что они были неправильно научены Они были научены, что Бог причинит вам боль Он побьет вас Он ударит вас по голове, чтобы доказать, что может исцелить вас Сломает вам ногу, чтобы показать, что он может срастить кость снова И тому подобным вещам Я слышал, как такое проповедовали Я слышал, как один человек проповедовал в большом собрании и говорил Бог сломает вам ногу, чтобы доказать, что он может исцелить вас Ну, я не хочу, чтобы он доказывал это мне Я пойду в какое-нибудь другое место. Я имею в виду, у меня самого хорошо получалось ломать свои ноги до этого. Мне это не нужно. Но вся эта религиозная, наполненная страхом религиозная система построила такую твердыню, хорошо развитого страха и неверия, что это просто монстр, и это совершенно неправильное понимание Бога. И для людей так естественно бояться, так естественно думать о самосохранении и сражаться за то, что им принадлежит, и так далее. Дьяволу легко это делать, потому что весь мир течет в этом естественном потоке смерти. И всякий раз, когда кто-то поворачивается, чтобы идти к Богу, именно это означает слово «покаяться» в Новом Завете, вы поворачиваетесь и идете к Богу. Вы идете против течения. Вы идете против всего, что говорит этот мир. Всего, что этот мир думает, и всего, что этот мир делает. И вдруг кто-то подходит и говорит, «Если ты будешь любить, ты победишь». Что? Что? О чем ты говоришь? Любовь? Знаешь, что эта толпа сделает со мной? Если я начну любить их, они будут вытирать об меня ноги, они растопчут, они заберут все, что у меня есть. Видите ли, это не имеет никакой связи с Богом, потому что они не знают, что Бог есть любовь. Они не знают, что любовь есть Бог всемогущий. Я имею в виду, это абсолютное перемещение Его в вас и через вас. Они никогда такого не слышали. Знаешь, вначале Бог дал Адаму заповедь, и Адам не выполнил заповедь. Я смотрю на то, что произошло тогда. Там был страх, что он что-то теряет. И я думаю, что у многих людей, как ты только что говорил, есть страх, что они что-то потеряют. И они не хотят это делать из-за этого страха. Для меня это является самым большим заблуждением, потому что вы обязательно получите что-то, но это похоже на определение. Главное определение всего мотива страха. Заставить вас бояться, что обещанное вам Богом не исполнится. Заставить вас бояться, что филиппийцам 4.19, «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу бояться, что это не исполнится. Я боюсь, что если я это сделаю, то что-то потеряю». И также есть люди, которые используют страх как мотив для достижения чего-то. Например, человек, который боится разориться и стать бездомным. Поэтому этот страх мотивирует его идти учиться и найти хорошую работу. Или две работы, или три, или две работы. Но он не видит, что каждый раз, когда страх используется в качестве мотива, дело заканчивается мучением. Тот же человек, который позволил страху стать мотивом для его действий, будет тем же самым человеком, который, когда добьется всего, будет бояться все потерять. Знаешь, что ты сейчас описал? Материализм. Да. Вот что такое материализм. Материализм не в том, что у вас есть много материальных вещей. Материализм. Подумайте об измах. Коммунизм. Христианизм. Это изм, сделанный из христианства. Это форма религии. Это то, чем вы руководствуете своей жизнью. Это то, как вы думаете. Это то, что вы делаете большую часть своей жизни. Вы религиозно думаете таким образом. Вы религиозно делаете это. Кто-то сказал, знаешь, он просто религиозно накачивает эти шины неправильно. Он... Что он делает? Я просто сказал, что он делает так все время. Материализм — это постоянные, продолжающиеся попытки использовать материальные вещи для восполнения духовных нужд. То, о чем ты только что упомянул, это попытка использовать деньги, имущество и влияние, чтобы обеспечить безопасность. Если бы было достаточно денег, моя жизнь стала бы безопасной. Вся моя семья была бы в безопасности и так далее. Но чем больше у вас денег, тем в меньшей безопасности вы находитесь. Потому что чем больше у вас денег, тем больше людей пытается их украсть. И вы получили это. Вы получили очень много денег. Теперь вы в меньшей безопасности, чем когда у вас их не было вообще. Но в вашем разуме... Ваш изм подталкивает вас решить проблему безопасности материальными, естественными вещами. А безопасность — духовно. Потому что мир — это безопасность. И это — духовное понятие. Деньги духовные. Деньги совсем не являются естественными. Бедность — это духовная вещь. О, брат Доллар, вы не могли бы просто за меня помолиться. Знаете, мне очень нужен муж. И моему ребенку нужен отец. И не повредило бы, если бы у него были деньги. Понимаешь? Мне очень нужен муж с деньгами. Ты мне тут не молись о бедном мужчине. У меня уже был бедный муж, и он ушел. Мне нужен кто-то с деньгами. Нет. Вам нужно откровение Слова Божьего об Иисусе, как Господе в вашей жизни, пока Иисус не станет вашим источником. Он — источник. Он может использовать разные каналы, но источник — он. И когда вы утвердили это для себя раз и навсегда, а не просто «О да, аминь, аллилуйя», и потом беспокоитесь об этом со вторника по субботу. Но когда вы действительно утвердили, и сами утвердились в этом раз и навсегда, Иисус — мой источник. Он — муж для моей жизни. Он — отец для моего ребенка. Он — глава моих финансовых дел. Он — все для меня. Он — жена, которая мне нужна. Он — мать, которая мне нужна. Он — отец, который мне нужен. Он — все для меня. Пока я не выйду на такой уровень, когда я буду готов полностью отдать себя. Вот тогда я готов для жены. Тогда она готова для мужа. И она готова к деньгам. И она теперь тут не для того, чтобы отобрать что-то у какого-то старого бедняги, которого она втянет в это. Ему придется быть Богом для какой-нибудь женщины. И это долго не продлится. Знаешь, это описывает глагол «любить». Это греческое слово «агапео». Это значит полностью посвятить себя, связать себя с Богом, пока вы не станете одно с Ним. Вы можете «агапео» людей, вы можете «агапео» вещи, или вы можете «агапео» Бога. Но любовь — это единственный ответ на материализм. О, это абсолютно верно. И когда ты описывал ее, полностью отдающую себя для того, чтобы быть готовой принимать, это как раз то, что делает любовь. Любовь говорит, «Знаешь, я готов полностью отдать себя Иисусу, который является моим источником. И Иисусу, который есть любовь, который является моим источником. И это то, за что я надеюсь ухватиться этот мир. Любовь Божья — мой источник. Это является основанием для всего. Когда я начинаю «агапео» Бога, я беру себя и говорю, «Я связываю себя с тобой». Я мог бы связать себя с материальными вещами. Я мог бы связать себя с людьми. Вы можете связать себя с мужем, связать себя с деньгами. Но когда я связываю себя с Богом, я связываю себя с Ним, чтобы любить Его всем моим сердцем, моей душой. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Он не какая-то часть моей жизни. Он жизнь. Он моя жизнь. Это совсем другое дело. Да, Он жизнь. Он вся моя жизнь, а не часть моей жизни. И когда я связываю себя с Ним и посвящаю себя Ему, я посвящаю себя Ему в посвящении и я остаюсь связанным с Ним, пока Его воля не станет моей волей, тогда вдруг все, что я боялся, что я никогда не получу, приходит из Источника, Который сотворил все. Если вы хотите получить что-то, то соедините себя с Источником, у которого есть все. У которого есть все. Да. Разве не это говорил Иисус, когда сказал, «Ищите же прежде Царства Божьего». Именно об этом Он и говорил. И все эти вещи начинают течь к вам. Подумай об этом. Это аксюмарон, то есть сочетание противоположных по значению слов. Это серьезное, материалистическое сочетание противоположных по значению вещей. Добрачное соглашение. У вас нет брака. Это не брак. Это не завет. Это легальный секс. Это все, что у вас есть. И это даже не совсем легально. Это нелегально в Божьих глазах. Потому что вы говорите о том, чтобы отдать себя, но вам нужно добрачное соглашение, чтобы убедиться, что партнер не забудет всем. Понимаешь? Нет, 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 нет. Я сделал это. Ты этого не получишь. Это прелюбодеянный союз. Это никуда не годится. Это хуже, чем прелюбодеяние. Вы этим опорочили сам брачный завет. Потому что это материализм в его худшем виде. Это мое, и ты этого не получишь. Все, что я хочу от тебя, это то, что у тебя есть. Но ты не получишь то, что есть у меня, потому что у меня намного больше всего, чем у тебя. Это даже не брак. Здесь нет никакого брака. Это материализм и его проявление. Так что дело не в материальных вещах. Да, я могу использовать материальные вещи, чтобы удовлетворить какие-то потребности моей жизни, что в действительности и имеет отношение к Богу. Но когда это любовь, я буду использовать материальные вещи, чтобы благословить вас, чтобы благословить вас и восполнить нужды кого-то другого или восполнить нужды других людей в моей жизни. И высший уровень использования денег, это когда вы используете их не на себя, но говорите, как я могу их использовать, чтобы быть благословением для кого-то другого? Вот для чего они. Это высший уровень использования, фактически для всего. Высший уровень молитвы — это ходатайство. Высший уровень процветания — это быть благословленным, чтобы быть благословением. Когда это течет через меня к кому-то еще, тогда это достигает своей полноты. Ибо так... Возлюбил Бог мир. Возлюбил Бог мир. Да. Что отдал. Он отдал. И Он отдал не ангела. У Него их было много. Он мог бы сотворить еще, если бы нуждался в них. Он отдал не золото, потому что у Него золото больше, чем на всех планетах вместе взятых. Он не отдал ничего, кроме Себя самого. Он не доверил это никому, кроме Себя. Отдал Себя этому творению и тому, что Он сотворил. Отдал Себя этому вместо того, чтобы потерять это. Отдал все. Бог показывает нам, что до тех пор, пока мы не захотим встать на сторону любви и отдавать... Например, вы можете начать что-то делать. Вы можете найти работу, чтобы получать зарплату, но вы приходите туда, и вы начинаете влюбляться в то, что вы делаете. Влюбляться в людей, на которых вы работаете. И вот вы уже уходите не ровно в пять, а остаетесь так долго, сколько нужно оставаться, чтобы закончить работу. И вдруг та любовь, которую вы развили к тому, что вы делаете, и к тому, для кого вы это делаете, превратила ваше получение в даяние. И любовь — это единственное, что может взять взаимоотношения до брачного соглашения и превратить их в брак. Потому что вы не будете хотеть брать, а будете хотеть отдавать. Да. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог, который есть любовь, так возлюбил мир, что отдал». Послушайте, он отдал лучшее, что было на небесах. «Я хочу любить Бога и отдать лучшее, что есть у меня Ему. Я хочу любить мою жену и мою семью, чтобы отдавать лучшее, что у меня есть им, и учить их, что, возможно, это начинается с получения. Но если они правильно мотивируют это любовью Божьей, то они придут к даянию. И это является ясным свидетельством того, что вы в любви Божьей, когда вы больше думаете о даянии, чем о том, что вы можете получить». Все понимание того, как думает Бог, как думает Иисус, начинает захватывать твое мышление до такой степени, что куда бы ты ни пошел и что бы ты ни делал, в каждой задаче, в каждом поручении, в каждом месте, в каждом номере гостиницы, в котором ты останавливаешься, ты думаешь о том, «Как я могу помочь процветать человеку, владеющему этой гостиницей? Что я могу сделать, чтобы помочь этому человеку?» «Я уж точно не стану красть его полотенце, я имею в виду, это ему совсем не поможет». «Ну да, но знаешь, все эти большие владельцы гостиниц, это все принадлежит им». Послушайте, они просто люди. Ну да, они застрахованы. Страховая компания – это просто группа людей, которая пытается защитить вас, чтобы вы не потеряли все, что у вас есть. Я имею в виду, «Как я могу помочь этим людям процветать?» «Что я могу сделать, пока я здесь, чтобы помочь им?» Одна из вещей, которую вы можете сделать, это не ломать их мебель и не красть их вешалки. Помогите им. Помогите. Это характер. Это характер. Это характер. Что любовь развивает? Характер. Она развивает характер. Она производит подобие Бога, а у него есть характер. Но что эгоизм развивает? Очарование. Очарование – это то, какое вы на мгновение, но характер – это то, какое вы постоянно. Знаешь, что такое очарование на самом деле? Это не что иное, как обман. Вы просто обманываете. Да. И вы можете это делать какое-то время, но в один из дней ваше ужасное «я» выйдет наружу, и вы потеряете весь свой обман, вы потеряете все очарование. Разоблачи обманщика. Да. Боже мой, их полно за кафедрами. Да. Офисы полны их. Люди просто обманывают друг друга все время. Ради собственной эгоистичной выгоды. Да. Если ты развернешь это на 180 градусов, любовь и ее требования начинают создавать образ мышления, и это изменит вас. И тогда сам характер Божий начинает проявляться через вас. Это сделает вас неотразимым. Люди не смогут не любить вас, и вы ничего не изображаете, вы просто такой, какой вы есть. Но что-то исходит из вас, что-то проходит через само ваше присутствие, изменяя то, что окружает вас. Вы можете даже не осознавать, как вы влияете на все это помещение, но присутствие Божье выходит из вас. И внезапно люди хотят помочь вам. Что это? Человек получит от Господа по мере того добра, которое он сделал. Наше время подошло к концу. Я знаю людей, которые хотят, чтобы ты к ним приехал, а ты здесь, с нами. Я так рад этому. Мне приятно. Знаешь, когда мы говорили на вчерашней передаче и между передачами о страхе, чтобы любить, это было почти как слово от Господа. Я знаю, что это было от Бога. На самом деле, это страх быть послушным. Давай откроем 10 главу Евангелия от Марка и рассмотрим это. Потому что мы говорим о том, что страх делает с мышлением. Это работа страха. Помните, в первом послании Иоанна, которое является посланием любви, апостол Иоанн предупреждал, он говорил, дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Антихристос, в греческом языке слово «Христос» означает помазание. Помазание – это снимающие бремена и разрушающие ирмо силы Божьей. Мы знаем это. Антихрист – это дух, который постоянно работает против того, чтобы бремена снимались и ирмо разрушалось. Поэтому это дьявол. Мы знаем, что это дьявол. Он дух Антихриста. Дух страха и дух Антихриста – это один и тот же дух. Это дух страха. И мы знаем от апостола Павла, который духом святым написал Тимофею и сказал, «Ибо дал нам Бог духа небоязни». Стихом или двумя выше он сказал, «Напоминая тебе возгревать дар Божий, который в тебе». Затем он сказал, «Этот дар не дух страха, но дух силы, дух любви и дух здравого ума». Я сказал все это, чтобы подвести нас к следующему. Работа страха состоит в том, чтобы действовать 24 часа в сутки на ваш разум, на ваше мышление, на ваши эмоции, пытая заставить вас думать, что истинные вещи не истинные и что не истинные вещи истинные. Это просто перемена мышления. Теперь, Крефла, давай посмотрим на богатого юношу. Я верю, что мы увидим это в этом человеке. Я хочу показать несколько вещей, которые Господь научил меня делать. И затем хочу, чтобы ты продолжил это, потому что я знаю, что у тебя есть некоторые очень серьезные вещи, которые ты можешь об этом сказать. 17 стих 10 главы Евангелия от Марка. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени». Этот человек серьезно настроен, верно? Я хочу отметить здесь следующее. Он сделал это из-за того, что боялся. Он находился в депрессии. Он был огорчен. Он не вдруг огорчился, когда Иисус сказал, «Все, что имеешь, продай и раздай нищим». Нет, но печаль проявилась. Она уже была там. Он боялся, что умрет. Послушайте, что он сказал. Он подбежал, пал перед ним на колени и сказал, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» человек в ужасе перед смертью. Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Иисус пытается перевести его внимание от этой проблемы и сосредоточить его на Боге, потому что этот молодой еврей знает Тору. «Он был научен. Он правитель. Знаешь заповеди?» Другими словами, «Ты знаешь эти заповеди. Мы знаем, что их десять, но это те, которые ты знаешь. Ты знаешь. Не прелюбодействуй». Очевидно, что это та заповедь, с которой ему было труднее всего. «Не убивай. Не кради. Не лжесвидетельствуй. Не обижай. Почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его. Он послужил ему любовью Божьей, просто взглянув на него. И затем он сказал, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай, и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Крефл, он сделал кое-что, что ему никогда бы и в голову не пришлось делать, если бы он оставался достаточно долго рядом с Иисусом, чтобы тот объяснил ему. Но его мышление было искажено. Его мышление искажено страхом и печалью. И печаль просто проявила себя прямо в присутствии Иисуса. И этот человек позволил этому произойти. В моем мышлении он боялся послушаться этого. У него был страх потерять все, что он имел. «Вся его уверенность была заключена в этих деньгах». И это то, что Иисус пытался донести до него. И вот в чем суть. Он подбежал и сказал, «Я хочу жизнь вечную». Вот что было внутри него. Это съедало его. Он хочет жизнь вечную. Он боится умереть. Он депрессии. Он напечален. Все это происходит внутри него. Иисус дает ему ответ. А он, не осознавая этого, променял жизнь вечную на деньги и имение. Если бы вы спросили его об этом за 10 минут до того и сказали, позвольте вас спросить кое о чем. Как вы думаете, «Жизнь вечная менее важна, чем хорошая имение». О, нет, 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 нет. В данный момент он пытается ответить духовно. Но когда вы дойдете до сути и заглянете внутрь его и в его мышление, как это сделал Иисус, он взглянул внутрь него. И посмотрите, какое глупое решение принял этот человек, когда променял свою жизнь вечную на деньги. и он знал, что лучшее, но страх исказил его мышление так, что он думал, «Это будет стоить мне всего, что у меня есть». В то время как на самом деле Иисус открывает для него намного больше, чем он когда-либо имел. Но когда юноша услышал истину, то подумал, что это была не истина, а то, что он считал истиной, вовсе истиной и не являлось. И вот, что способен сделать страх с человеческим мышлением и с человеческими мыслями. Знаешь, это хорошее место, чтобы затронуть следующее. В первом послании к Тимофею 6.10 говорится «Сребролюбие». Позволь мне дать синоним «Привязанность к деньгам». Да, хорошо. Это корень всех зол. И Бог показывает этому юноше, к чему он действительно привязан. Вы привязаны к Богу? Вы скажете, «Ну, знаешь, Господь, я люблю тебя». Многие люди говорят, «О, Господь, я отдаю тебе мое сердце, я люблю тебя всем своим сердцем». Но Бог присоединил кое-что к вашему сердцу, чтобы Он смог определить ваши настоящие мотивы в поступках. И Он сказал в Матфея 6.21, «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И еще, «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое». Он показал этому человеку, «Посмотри на свое сокровище». Ты готов взять свое сокровище и сделать с ним то, что Я тебе скажу? «Ты готов любить Меня своим сокровищем? Или же ты так привязан к своему сокровищу, что эта привязанность к твоему сокровищу отделила тебя от Меня?» Следовательно, он боялся послушаться Его. Да. Но знаешь, Петр продолжил и задал интересный вопрос. Он сказал в 28 стихе и начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все. Мы сделали то, что этот богатый юноша боялся сделать». Те люди, которые боятся исполнять Его заповеди, прямо в этой главе вы можете видеть одного, который боялся это сделать. И затем Петр сказал, «Мы сделали это. Мы оставили все. Вот мы оставили все и последовали за тобою. Мы исполнили требования, которые ты дал этому молодому юноше. Теперь что?» И Иисус отвечает ему, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними и последние первыми. Это показывает вам, чего лишился богатый юж. Если бы он задержался там на 10 минут, он бы услышал это. Он бы услышал это, но он ушел. Да, это оттолкнуло его. Он не оставался в любви достаточно долго. Страх бы к послушным оттолкнул его, верно? Да. Он бы получил во сто крат. Кто-то скажет, «Ну, мне это нравится, так что я пойду и исполню Божью заповедь. Мне нравятся эти сто крат». И тогда вы говорите, «Среди гонений». Минутку, я не знаю, хочу ли я делать это среди гонений. Вы можете идти вперед и сказать, «Привет, гонения, потому что я не собираюсь прекращать делать то, что я должен делать». Кто-то скажет, «Ну, знаете, это разногласие». Истина — это разногласие. В этом мире сейчас истина — это разногласие. Так что вы можете не бояться разногласий. Кто-то говорит, «Знаешь, он проповедует о процветании, или он проповедует о том и том. Он спорный. Все потому, что это истина». Да, это, конечно же, истина. И вот у нас есть этот человек, и этот человек показывает, что произойдет. Крефло, я кое-что понял. Мне нравится, когда ты что-то понимаешь. Все эти 40 лет я никогда так об этом и не задумывался. Многое прошло, а я никогда об этом и не задумывался. как долго, как долго к тому времени Петр был с Иисусом. Довольно долго. Он уже отдал все, верно? И он никогда не задавал этот вопрос. Я никогда не думал об этом. Дух Божий просто принес это в мое мышление. Петр никогда не задавал этот вопрос. Если бы он задал этот вопрос в самом начале, он никогда не оказался бы в команде Иисуса. Господь, если мне придется оставить мой рыбный бизнес, то что мне это даст? Знаешь что? Он бы не оказался в команде Иисуса. Помнишь, Евангелие от Иоанна, я верю в 21 главе, Петр и все остальные сделали все, о чем пророчествовал Иисус. И он вернулся и накормил их рыбой на берегу, подошел к Петру и сказал, Петр, агапа ли ты меня? Именно это он и спросил, не так ли? И Петр сказал, все, что у меня есть, это филео. Все, что у меня есть, это дружеская любовь. Он подошел к нему во второй раз и сказал, Петр, свяжешь ли ты себя со мной, посвящая себя мне, пока ты не станешь одним целым со мной? Он сказал, Господь, у меня нет ничего, кроме филео, дружеской любви. Тогда Иисус в третий раз, сойдя на его уровень, спросил, Будешь ли ты филео меня? Он ответил, да. Иисус показал нам разницу между любовью агапы, любовью Божьей, безусловной любовью Божьей, когда вы любите Бога, связываете себя с Ним, становитесь одним целым с Ним, и дружеской любовью. Делаете лучшее, что вы можете. Да, делаете для этого все, что можете. Я так уверен, что многие боятся исполнить закон любви, потому что думают, что им достанется худшее. Они так думают. Луки, шестая глава. Господь, знаешь, я просто не знаю. Я люблю тебя, но на самом деле, я не знаю. Могу ли я действительно жить полностью посвященной жизнью? Или нет? Очевидно, что не можете. В данный момент вы так не поступаете. Почему? Боитесь быть послушными. Да. Я говорю из собственного опыта. Вот что это такое. В 1988 году Господь говорил. До этого Он не говорил со мной об этом, но я уже чувствовал некоторое время, что нам придется делать ежедневные телепередачи. Мы начали это служение в 1967 году. И вот наступил 1988 год. А предыдущие 10 лет я проповедовал по 7 дней в неделю. Я просто думал, что буду продолжать двигаться дальше, пока не свалюсь. Я свалился, и кому-то приходилось меня поднимать. Крефло. Иногда я был таким уставшим, что я не мог утром встать из кровати. Кому-то приходилось вытаскивать меня из кровати. И однажды мы были в Австралии. И Господь там проговорил ко мне и Глории. Он сказал, «Я хочу, чтобы вы были в эфире 6 дней в неделю. Начинайте делать ежедневные телепередачи». А в Соединенных Штатах тогда как раз было много проблем, скандалов, неприятностей с телепроповедниками. Не было ничего хуже, чем быть телепроповедником. И все это давило на нас со всех сторон. В то время у нас были еженедельные телепередачи. Каждое воскресенье. Всю дорогу домой в самолете я сидел и думал, «Как я смогу это сделать?» Я самый уставший человек в мире. Я проповедую 7 дней в неделю. Иногда 2 или 3 раза в день. И еще 5 дней в неделю вести передачи, в то время как весь мир пытается убить всех телепроповедников, которые только есть. Ну и время, чтобы призывать нас сделать это 7 дней в неделю. Все, что я мог сделать, это сдержаться, не сказать ему, «Что ты себе думаешь, заставляя меня делать это?» А затем я начал думать. Последний год, вообще-то последние 5 лет, но особенно последний год, я буквально боролся за свою жизнь физически. Я верил Богу о своем исцелении и силе день за днем, чтобы только продолжать двигаться. И все это крутилось у меня в голове. Почему я не могу быть послушным? И наконец я сказал, «Я не собираюсь отвергать тебя, я буду делать это, даже если это убьет меня». Я по-прежнему был в неверии. Я послушался, но не от всего сердца. Я послушался, но не хотел этого, что все равно равносильно непослушанию. И я подошел к такому моменту, когда подумал. Возможно, это ответ на вопрос, насколько глупым можно быть. Бог не призывает меня к этому для того, чтобы убить меня. Он призывает меня к этому, чтобы освободить меня. Знаешь, Он притягивает меня к самому лучшему, что у Него есть. Проблема была в том, что я не был таким. Я люблю тебя всем моим сердцем, всей моей душой, всем моим разумом, всей моей крепостью. Я люблю ближнего, как самого себя. Я буду исполнять эту заповедь. Я летел в самолете домой, любя себя больше, чем Бога. Я не осознавал, что именно это я делал. Если бы кто-то мне об этом сказал, меня бы, наверное, это разозлило. Да что вы о себе возомнили! Но это являлось истиной о том, что я делал. Я боялся быть послушным в том, что Он просил меня сделать. Я все равно это сделал. И в этом, в Его милости, которая пребывает вовек, Он любит меня всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением и всей крепостью. Он любит меня, как самого себя. Но когда Бог повел нас с Глорией в это ежедневное служение, и через это начал очищать и омывать меня, и Он привлек меня к этому, как Он пытался привлечь того богатого юношу, Он привлек меня и дал понять, что происходило. И я изменил это. И это изменение, вот где с самого начала и была проблема. Проблема была не в призвании к этому служению. Проблема уже существовала. Проблема того богатого юношу уже существовала. Иисус не создал ее, Он просто пролил на нее свет. И Он был так озабочен самосохранением. Да. Он был так озабочен. Знаешь, я записал вопрос, почему люди так боятся быть послушными? Потому что они рассматривают исполнение заповедей как потерю своего «я». Вот в чем была его проблема. Или на самом деле как потерю своей жизни. То, что им нужно было сделать, это потерять себя. Это то, что было в моем случае. Я боялся, что умру посреди всего этого. Со мной было то же самое, когда бог сказал мне начать церковь в Нью-Йорке. Я сказал, хорошо, я начну ее. Он сказал, нет, начни ее и будь пастором в ней. Я сказал, смогу ли я выжить, делай это. Понимаешь? Я думал, что я уже занят. Еще одну церковь? Можем ли мы это делать? Зачем Богу Всемогущему, Который есть любовь, призывать вас в опасное место и ставить вас в такое положение, которое убьет вас? Если вы не потеряете свою жизнь, то вы никогда не приобретете ее. Когда я решил потерять свою жизнь в том, что касалось этого, я приобрел. Ты получил ее назад. Я получил что-то, что даже и не знал, что могу иметь. То же произошло и со мной. Все то, что познал апостол Иоанн, проливает свет на страх. У богатого юноши был страх, о котором он не знал. В моей жизни действовал страх, о котором я не знал, что он был. В твоей жизни действовал страх, о котором ты не знал, что он был. Страх, это не просто когда-то напуган. Это побочный продукт страха. Я уверен, что дьявол отдал бы что угодно, чтобы это не произошло, потому что это выдает его. Иоанн дал нам здесь настоящий ключ Крефла. Он сказал, «Совершенная любовь изгоняет страх». В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Если в вашей жизни есть какие-то недостаточно развитые сферы, то это как красная сигнальная лампочка на приборной доске вашей машины. Что-то неисправно. Вам лучше проверить это сейчас. Если бы я знал тогда то, что я знаю сейчас, то в ту же секунду, когда я поймал бы себя на том, что боюсь начинать эти ежедневные передачи, я бы просто похоронил себя и сказал, «Нет, я запрещаю страху в моей жизни». Есть сфера мышления, в которой я должен развивать любовь к Божью. Что это было? Хочешь, я скажу, что это было? Любовь к людям, которые нуждались в том, чтобы слышать Слово Божье шесть раз в неделю вместо одного раза. Я даже и не думал о них. Мне нет до вас никакого дела. Это я о себе волнуюсь. То же самое произошло и с тобой, верно? В Нью-Йорке. Я видел тех людей, и я вспомнил о них, и эта любовь к тем людям в Нью-Йорке решила это. И внезапно я почувствовал, что могу сделать все. Я сказал, «Хорошо, у меня есть Слово Божье, и у меня есть любовь к тем людям». Я чувствовал, что я просто должен был это сделать. Любовь сделала именно то, что о ней говорится. Она изгнала страх. Да. Страх просто испаряется. Надеюсь, что вы понимаете это. Слава Богу. Трефлы у нас были просто потрясающие обсуждения заповедей любви, законов любви. Вчера мы говорили о богатом юноше и о страхе послушания. «И ты сказал, нам нужно прийти к результатам послушания этой заповеди любви». Я заметил кое-что, что стало действительно важным для меня в последние несколько месяцев, когда я изучал это на примере богатого юноши. «Если бы я не изучал это в свете заповедей любви, я бы никогда не увидел и не понял это». В 10 главе Евангелия от Луки Иисус отвечает человеку, который спросил его, «Что я должен делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всей крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя, и что это величайшие заповеди. Так поступай и будешь жить». Это и является ответом на вопрос. И тот богатый юноша, который также был правителем, знал это, но его разум не помнил этого. И не просто два или три ответа на то, как унаследовать вечную жизнь. Это был четкий ответ, если бы я не изучал это. А в Марка 10, 21 есть фраза, без которой невозможно было бы сделать то, что сделал Иисус. Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, Иисус целенаправленно, я верю, что переводчики использовали именно слово «взглянув» вместо слова «посмотрев». Взглянув на него, он целенаправленно посмотрел на него и полюбил его. Этот взгляд выражал любовь к нему. Я полностью в этом убежден, потому что любовь никогда не терпит поражения. Я полностью уверен, что есть такой уровень служения, доступный телу Христову. Но вы никогда не войдете и даже близко не приблизитесь к такому уровню служения, пока не будете действовать, соблюдать и думать об этой заповеди все время, когда не спите. Каждый день. Это разовьет вас для этого служения. Я полностью уверен, Крефло, что каждый раз, когда тот богатый юноша закрывал глаза, чтобы уснуть, каждый раз, когда он просыпался утром, каждый раз, когда к нему приходили мысли о вечной жизни, он просто видел глаза Иисуса. Я верю, что эта любовь текла из него, когда Иисус просто посмотрел на него. Конечно, поскольку любовь всегда дает что-то, и он дал ему видение любви. Благодарение Богу! В этом что-то есть, верно? Да. Это один из результатов развития. Да. Знаете, что он сделал? Существует закон, управляющий любовью. Есть принципы, которые управляют любовью. Иисус, зная то, что он знал об этом человеке, зная, что этот человек отреагирует так, как он отреагировал, Он знал, что тот отвернется и уйдет. Иисус не стал отвечать на это, нарушая закон, который управляет любовью. Он мог бы сказать, «Ну, ты все равно развернешься и уйдешь, поэтому я не собираюсь напрасно тратить мое время и разбираться с тобой». Он так не сделал. Он ответил на основании этого закона. Я никогда не думал об этом. Закон управляет всем. Ничто не происходит просто так. Это происходит потому, что люди используют принципы. Иисус постоянно действует согласно законам, которые были установлены для того, чтобы все было сделано законно. В шестой главе Евангелия от Луки описываются эти законы, чтобы мы могли делать то же самое, чтобы мы могли развивать это, и мы увидели некоторые вещи, которые происходили между Иисусом, Иисусом и богатым юношей. В 27 стихе он сказал, «Но вам, слушающим, говорю». Луки 6, 27. «Любите врагов ваших». Зачем Богу вообще нужно требовать от меня любить моих врагов? Зачем ему ставить меня в такое положение? «Любите врагов ваших». Затем он говорит, «Благотворите ненавидящим вас». Он говорит мне, «Как отвечать и заставить закон любви работать мне на пользу». Если вы хотите получить пользу от любви, тогда любите ваших врагов, вместо того, чтобы ненавидеть их. Он пытается не дать тебе запутаться смерти, верно? Да. Делайте что-то хорошее, а не плохое тем, кто ненавидит вас. Если вы знаете своих врагов, то впишите их имена первыми в вашем списке подарков на Рождество. О, да. Если вы кого-то знаете, возможно, вы не знаете всех, но впишите их имена первыми в вашем списке подарков на Рождество, потому что, поступая так, вы приводите в действие закон любви, который будет влиять на жизнь того человека даже после того, как он покинет ваше присутствие. Иисус привел в действие что-то, что повлияло на жизнь того человека, даже несмотря на то, что он ушел из его присутствия. Затем он сказал в следующем стихе, «Наделяйтесь силой или благословляйте проклинающих вас». Долгое время я не обращал внимания на это слово, поэтому я просто говорил, «Благословляйте тех, кто ругает вас». Есть разница между руганью и проклятиями. Что человек делает, чтобы проклинать кого-то? Просто говорит что-то негативное о нем. Вы говорите что-то, что идет против этого человека. Вы просто проклинаете его. Он сказал, «Давайте, наделитесь силой, благословите их, скажите что-нибудь замечательное, хорошее о них». Он сказал здесь, «Молите за обижающих вас». Вас когда-нибудь обижали? Вы когда-нибудь чувствовали желание молиться за кого-то, кто вас обидел? Джесси Дюплентис сказал, «О да, Господь, я помолюсь этого человека». Бог, убей его! Убей его! Нет, 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 нет. Это неправильно. Это не молитва за них. Да, не такая молитва. Затем он говорит, «Ударившему тебя по щеке, подстави другую». Каждый раз, когда я читаю это, я говорю, «Я поищу другой перевод», что говорится в расширенном. Там сказано тому, кто ударяет тебя по скуле, в любом случае вам достанется пощечина, в любом случае вы получаете удар. Но посмотри, что мы были научены делать. Мы были научены, что если кто-то атакует или бьет меня, или проклинает меня, или причиняет мне какое-то зло, мы были научены отвечать так, как он поступил с нами. Бог не может в это вмешаться. Когда это происходит, для Бога нет открытой двери, чтобы он пришел. Вы запутались в этом. Да, да. Но затем он сказал, «Вот что я хочу, чтобы вы делали». Он не сказал, «Вас шлепнули по одной щеке, подставьте другую, чтобы по ней тоже шлепнули». Нет, он говорит, «Когда по этой ударяют, подставьте другую и примените любовь Агапе или позвольте с этого момента Богу действовать в ваших интересах. Откройте дверь для Бога, применив в действии закон любви, действуя и отвечая вопреки самосохранению. Мы вернулись к следующему. Вам лучше потерять свою жизнь, если вы хотите сохранить ее». Затем он говорит, «Всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». Он говорит о том, что если человек отнимает у вас верхнюю одежду, то отдайте ему и рубашку. Я спросил Бога, «Зачем ты ставишь своих детей, которых ты любишь, в такое положение?» Большинство людей в мире посмотрит на нас и скажет, «Вы слабые, что-то с вами неправильно, вы странные, вы не можете занимать такое положение, но Бог — это самая целеустремленная личность в мире». Ты знаешь, что у Него есть цель, ради которой Он ставит вас в такое положение? 12 глава Римлянам. Вот причина. Вот что Бог делает. Вот почему Он ставит вас в такое положение. Он буквально подставляет вас, когда вы начинаете отвечать злом. Как ты однажды сказал, «Сейте семя, дело не о добра». Вы сейте семя, дело не о добра. Взойдет что-то хорошее, когда вы делаете это. Посмотрите Римлянам 12, 18. «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Кто-то скажет, «Ну, брат, доллар, Библия говорит, «Если возможно». Это было невозможно. Вот почему я ударил ее в ответ. Это не то, о чем Он здесь говорит. В 19 стихе говорится, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Мне нравится этот перевод 19 стиха. «Побеждай! Побеждай!» А не «получи по голове». «Побеждай!» «Побеждай!» «Да!» «Не проигрывай, побеждай!» «Да!» В 19 стихе говорится, «Не мстите за себя, возлюбленные, но оставьте место для гнева Божьего». Оставьте место. Но как? Как? Как мне оставить место, чтобы Бог пришел и разобрался с этой ситуацией? «Когда они проклинают вас, благословляйте их. Теперь путь открыт, чтобы пришел Бог». «Когда они забирают вашу верхнюю одежду, отдайте вашу рубашку. Теперь путь открыт, чтобы пришел Бог». Божье намерение в том, чтобы человек, который отвечает таким образом, который действует по закону любви, его полное намерение состоит в том, чтобы вы побеждали. Вот как мы, христиане, побеждаем, когда дьявол пытается прийти, чтобы победить нас. Мы побеждаем его, делая добро, потому что это оставляет дверь открытой, чтобы пришел Бог. Смотрите. Когда вы оставляете дверь открытой, чтобы пришел Бог, и когда вы даете разрешение и делаете выбор позволить любви Божьей течь из вас, тогда на вас сходит помазание Божье. Никто не ударит вас по одной щеке, потому что если он это сделает, тогда ему придется иметь дело с тем, кто стоит впереди вас. Он сказал, «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим не делайте зла». Единственное, как человек может быть уверен, что он помазан, чтобы Бог пришел и проявил свою силу, это когда он обращается к закону любви. И когда вы приводите в действие и активизируете закон любви, тогда появляется это помазание. Согласно, я верю, Галатам 6.2, когда мы делаем это, когда мы делаем что-то для кого-то другого, мы исполняем закон Христов, и включается это помазание. В вашей жизни включается сила Божья, включается побеждающая сила. Нет ничего слабого в том, чтобы отвечать посредством любви. Это ваша сила. Это то, что приведет вас к победе над всем, что дьявол ставит на вашем пути. Но Богу необходимо, чтобы мы отвечали посредством любви. Ты только что ответил на вопрос, который был в разуме многих людей. И многие люди действительно боятся задать его. Вот он. Как вообще дьявол добрался до этого помазанного мужчины или этой помазанной женщины и убил их? Просто уничтожил их? Ну, я думаю, это просто была воля Божья. Нет, не была. Не был развит элемент защиты. Дело было не в том, что Бог не любил их. Дело было не в том, что они не были эффективными служителями Евангелия. Но есть некоторая сфера здесь, в такого рода жизни, которые не были развиты. Да. Бог должен любить вас. Посмотрите, что произошло с Иисусом в 4 главе Евангелия от Луки. В 28 стихе. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Они разозлились. И, встав, выгнали его вон из города. То есть они взялись за него руками, верно? Толкали и вели его. Они ухватились за него руками. Физически взялись за него. Они выгнали его вон из города. То есть не вывели на пару шагов за дверь синагоги. Они все толкали его. Они шли с ним куда-то. У них на уме было конкретное место. Это была вершина горы. И они намеревались убить его крефло. Потому что, посмотри, они повели его на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. они хотели, чтобы он там разбился. Я имею в виду, они были так полны дьявола, так полны ярости и злости и гнева. Они были неуправляемы толпой. И не похоже, что Иисус был там полностью защищен, потому что он сын Божий. И это то, чего мы никогда бы не сделали. Они же взялись за него своими руками. Они схватили его. Что он сделал? Но он, пройдя посреди них, удалился. Он исчез. В другом месте сказано, что они взяли камни, чтобы убить его. Но он скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них. Кажется ли тебе это слабостью? Нет. Для них это тоже не выглядело как слабость. Куда он делся? Куда он? Может быть, он был помазан. Куда он ушел? Этот человек исчез. И вот человек стоит с камнем и собирается бросить его Иисусу в голову. Куда он делся? Помнишь, что он сказал Пилату? Ты не можешь меня тронуть, мистер, без разрешения с небес. Он просто дал ему разрешение с небес, иначе бы он тоже исчез прямо перед ним. Он сказал, «Я мог бы позвать легион ангелов». Так же и вы можете. Так же могу и я. Но вы не сможете, если вы вне послушания закону Божьему. Вы не можете быть вне подчинения царству Божьему и призывать легион ангелов. Я думаю, что это и произошло. Я думаю, что такие ангелы перенесли того парня в книге Деяний примерно на 40 километров дальше по дороге. Да. Я верю. Я знаю это. Когда вы действуете в законе любви, ангелы свободны. Да. Чтобы прийти и помочь вам в этом физическом мире в любое время, когда вам это понадобится. Они подчиняются этому закону. Я знаю, что это истина. Ты только что открыл еще один ящик с хорошими вещами. Все служение ангелов не может работать без этого закона. Не может. Но с этим законом вот еще одно преимущество соблюдения закона любви. и я подхожу к тому. Ты знаешь Хилтона Сатана? Да. Один из самых замечательных мужей Божьих, которых я когда-либо знал в своей жизни. Я знаю его с тех пор, как стал верующим. Уже более 40 лет. Я очень хорошо знал его отца и проповедовал в его церкви еще до того, как он ушел домой к Господу. Отец его отца, дедушка Хилтона, старый ветеран Божий. И отец Хилтона рассказывал о нем историю. Это было в его молодости, до того, как он начал жить. Так, как должен был жить. Как-то вечером он вез его после собрания домой. Это было давно, когда еще были те старые машины, в которых вы ехали рядом. И дедушка Сатан сидел справа, сложив руки, и его глаза были закрыты. На лице была широкая улыбка. Они просто ехали. Но он не знал, что происходит, он просто вел машину. И он начал слышать музыку. У них в машине не было радио. Тогда еще в машинах не было приемников. А он начал слышать музыку. И он вел машину. А дедушка Сатан сидел там вот так. И музыка становилась громче, громче и громче. И Бог открыл глаза мистера Сатана. Там были ангелы, бегущие перед машиной. Ангелы вокруг машины. И некоторые из них служили этому старому человеку и пели «Мы будем трудиться, пока не придет Иисус». «Мы будем трудиться, пока не придет Иисус». Они пели этому старому человеку по дороге домой. И он знал, что они там. И он просто сидел и наслаждался этим концертом по дороге домой. И, наконец, это дошло до мистера Сатана. И он тоже услышал и увидел это. Ты считаешь, что это никак не повлияло на его жизнь? Это повлияло на него на всю оставшуюся жизнь. Но этот человек принимал служение ангелов согласно первой главе послания к евреям. Они суть служебной духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Это их поручение. Но они никак не могут это сделать, Крефла, если вы не собираетесь исполнять закон любви. Если Бог будет заблокирован, когда мы не исполняем закон любви, то уж точно и ангелы будут заблокированы. Они повинуются глазу Слова его на земле. Да, чтобы делать это. И это не слабость. И я думаю, что это послание, которое мы хотим донести на протяжении всей этой недели. Это не слабость. Это не слабость ходить в любви Божьей. Это не слабость отвечать так, как Библия говорит нам отвечать. И человек, который отвечает злом на причиненное ему зло, это человек, который лишь заботится о собственном самосохранении, о том, чтобы сохранить свою гордость, глядя на себя и на те неуверенности и недостатки, которые в нем есть. Поэтому этот страх останавливает его. Но вы можете ясно видеть, что находится по другую сторону действия в законе любви. С другой стороны действия в законе любви — победа. У вас будет победа, когда вы действуете в законе любви. И вы можете ожидать получить победу, когда вы приводите в действие закон любви. Есть принципы, в которых нужно действовать. Очень ясные принципы. То, как мы отвечаем, должно соответствовать Слову Божьему, потому что мы сеем семя. То, что мы делаем, понимаете, вы не можете сказать то, что говорят люди, когда их обижают. «Если ты обидишь меня, я в ответ обижу тебя». Проблема в том, что что вы сеете вернется к вам меру и добрую, утрясенную, нагнеденную, переполненную. Вы не можете остановить это. Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает, что посеет человек, кто и пожнет. Да. Поэтому вам не стоит этого делать. Но возьмите те же принципы закона любви, посеете это, и произойдет то же самое. Вам не нужно уходить, говоря «Я не знаю, что со мной случится, если я буду уходить в любви». И бояться чего-то плохого, или что в вашей жизни никогда не произойдет ничего хорошего. Действуйте в любви. Поступайте так постоянно, и победа станет вашим вторым именем. то место, к которому ты только что обращался. В Евангелии 6. В этой 6 главе. «Я говорю вам, если вы услышите меня, я говорю тем, кто слушает меня, любите врагов ваших». Что вы делаете? Вы сеете семя любви. Вы сеете его в молитве. Вы сеете его перед Богом. Вы удаляете то плохое семя, которое человек посеял в вашу жизнь. Вы не собираетесь позволить этому принести урожай в вашей жизни. Вы приносите пользу еще кому-то, а не только себе. Вот что вы делаете. Вы потеряли себя и приобрели себя, настоящего себя. И когда вы делаете это, эгоистичный, не спасенный человек не может это делать. Не может так любить. Нет, он не может это сделать. Он не будет способен это делать. Любовь Божия излилась в наше сердце Духом Святым. Позвольте Ему жить. Освободите Его. Крифло, давай вернемся к тому, о чем мы говорили вчера по 6 главе Евангелия от Луки. В 27 стихе Иисус сказал, «Но вам, слушающим, говорю». Я слушаю. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас». И внезапно Дух Божий остановил меня здесь. Почему я должен это делать? Благословляйте тех, кто проклинает меня. Ты указал на это вчера. Он не говорил здесь, и мы не говорим здесь о ком-то, кто просто обзывает вас или говорит о вас плохо. Возможно, они это и делают. Но Иисус говорит не об этом. Что-то стоит на кону. Я хочу исследовать это. Я слышал, как ты говорил это много раз. Я работаю над чем-то, потому что я куда-то направляюсь. Мне нужно куда-то попасть. И я хочу, чтобы мы поняли это, чтобы это откровение, картина этого расцвела перед нами. Давайте посмотрим. Прежде всего, мы должны помнить, Иисус сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всей крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. И Слово Божие говорит, «Любите друг друга, как Он заповедал нам» в 3 главе 1 Иоанна. Именно так Он заповедал нам, чтобы мы любили Господа Бога нашего всем нашим сердцем, всей нашей душой. И мы видели во всей Библии, где говорится, что это царский закон и что Он исполняет весь остальной закон. Все десять заповедей соблюдаются, если вы ставите это на первое место. Галатам 3, 13. «Христос, помазанный, искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвую, ибо написано, проклятсяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось». «Распространилось». Скажите это громко. «Распространилось». Мы должны помнить это. «Через Иисуса и через Его помазание на язычников, чтобы нам получить обещанного или обетование то, что Дух пообещал нам через веру». Хорошо, мы разобрались с этим. «Распространилось». Давайте перейдем. Не закрывайте то место в 6 главе Луки, потому что нам нужно будет вернуться туда и сослаться на это после того, как мы позволим этому откровению расцвести. мы откроем 28 главу второзакония, где написано о том проклятии, которое понес Иисус и от которого Он искупил нас. И вот это проклятие, начиная с 14 стиха, которое включает. Я просто прочитаю цитату из 61 стиха. «И всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. Поэтому это охватывает всякую болезнь и всякую немощь. Это включает всю бедность. Это включает все. Включает убежавших детей. Включает семью, которая разваливается. Включает супруга или супругу, которая убегает с кем-то другим. Это включает все. Все проклятие здесь. И Иисус искупил нас от Него, поэтому оно не имеет никакой власти в вашей жизни». Хорошо. В первом стихе 28 главы, где в первых 14 стихах описывается благословение Авраама, это включает в себя все просветание, все исцеление, все избавление от ваших врагов, все, от чего нужно избавление. Заметьте, «И исполнится». «Это исполнится». «Это исполнится». «Это исполнится». «Это исполнится». «Если ты будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли и придут на тебя все благословения сии». Благословение Авраама придет на язычников через Иисуса Христа и его помазание. То же самое, верно? Хорошо. Теперь заметьте. «Все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа». «Если ты будешь слушаться Его заповеди, которые есть, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Теперь он говорит, «Если ты не будешь слушаться этого, то исполнится». Это исполнится. Да, это не что-то, что Бог нашлет на вас. Это придет к вам, это уже здесь. Оно придет к вам. «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Затем он продолжает и говорит дальше, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение проклятия, избери». Теперь давайте вернемся в шестую главу Луки. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас». Кто-то неправильно с вами поступил, он обругал вас, он сделал что-то, что бы это ни было. Если вы сразу же не остановите это, если вы не высвободите закон любви, если вы сразу же не исполните заповедь, тогда все это проклятие, которое включает всякую болезнь и всякую немощь, и всю бедность, и все плохое, внезапно вновь обретает власть в вашей жизни. И Иисус стоит почти беспомощный в том, чтобы сделать с этим что-то. И это сбудется. И сбудется. С вашего разрешения. Да. И теперь это законно. Вы уже не можете больше сказать, «Ну, сатана не может это принести». Но если вы не отвечаете так, как Иисус сказал вам отвечать, тогда вы приняли и дали власть проклятию, которое кто-то произнес в вашу жизнь. Вы дали этому власть и силу прийти в вашу жизнь. Эта заповедь является действием Божьей любви, которая говорит, «Я не хочу, чтобы вы были прокляты. Я хочу, чтобы вы были благословенны». Поэтому вы останавливаете проклятие, которое кто-то произносит в вашу жизнь, давая власть благословению, прийти на того человека, на него, потому что он пытается сделать так, чтобы это сбылось. Он сеет семя в вашу жизнь. Именно. Если вы присоединитесь к нему, если вы ответите тем же, вы польете его семя. Вы позволите этому семени, этому проклятию. Это не просто то, что он сказал, а то, на что вы отреагировали. И вы разрешаете этому проклятию цвести, расцветать, расти и пускать корни. И начинает расти горький корень. Если вы не остановите это, то я гарантирую вам, это поглотит вашу жизнь. Есть замечательный пример. Тот, кто во мне больше. Филиппийцам 2.13. Да, верно. Филиппийцам 2.13. Да. Филиппийцам 2.13. Проклятие не сбудется в нашей жизни. У него нет никакой власти. У него не будет власти сделать это. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения. Послушайте, как это звучит в расширенном переводе. И затем я соединю с этим 1 Иоанна 4. Давайте начнем с 12 стиха. Итак, мои возлюбленные, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но теперь гораздо больше в мое отсутствие, совершайте ваше собственное спасение со страхом и трепетом, потому что это Бог, который производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Не в вашей собственной силе, потому что это Бог, который все это время эффективно действует в вас, придавая энергию и создавая в вас силу и желание, чтобы хотеть и работать ради его хорошего удовольствия, удовлетворения и наслаждения. Тот, кто во мне больше того, кто в мире, тот, кто во мне действует внутри меня, чтобы привести к исполнению эти две вещи. Но я должен разрешить этим действием, которое производится во мне, выйти наружу, чтобы это остановило сатану или любое проклятие, или любое действие, которое кто-то пытается произвести против меня. Поэтому действие в любви на самом деле работает для моей же собственной защиты и пользы в том, от чего я был избавлен и искуплен, чтобы это не вернулось ко мне. У меня были трудности с этим. Совершайте свое спасение. Ты имеешь в виду работать над моим собственным спасением? О чем он тут говорит? Я был искуплен. Я был спасен. Я спросил Господь, от чего ты спасаешь меня? Он сказал, от всего, от чего тебе нужно было спасение. Аминь. Он искупил меня от проклятия. Это никак не связано с тем, что кто-то сказал мне. Это полностью связано с тем, что говорю ему я. Это связано с тем, как я реагирую. Да, да. Если я не собираюсь тщательно слушаться голоса Господа Бога моего, который сказал, возлюби отца и возлюби ближнего твоего, если ты хочешь следовать за мной. И если я тщательно слушаю его, то это никак не связано с тем, что сказал тот человек. Это связано с тем, что сказал Иисус. Это связано с тем, что уже произошло со мной. Я был рожден свыше и искуплен от проклятия. То, что пришло на землю, когда Адам и дьявол соединились вместе, все, что смерть произвела. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Но если я привожу в действие этот закон греха и смерти, то внезапно у него появляется надо мной власть. И это придет ко мне и сбудется. Сбудется. И сердце. Ты знаешь, это сение и жатва. Снова, снова и снова. Иисус сказал, что все Царство Божье подобно этому. Это время сения и жатвы. Вы либо сеете семя любви, и позволяете ему приносить урожай в вашу жизнь, либо вы принимаете семя проклятия и позволяете ему прийти в вашу жизнь. Позволяете этому развиваться в вашей жизни. И вы начинаете бояться. И страх прострется и даст вам еще больше. Это битва за территорию вашего сердца. О, да. Да. Кто посеет свое семя в ваше сердце и будет его взращивать. Поэтому он говорит, храните ваше сердце, потому что из него текут силы жизни или источники жизни. Сама жизнь вытекает из сердца человека, поэтому Бог говорит, я вложил в ваше сердце любовь Агапе. Позвольте Агапе течь из вашего сердца. И это защитит вас, чтобы вы не запутались во всем остальном, что пытается войти внутрь вашего сердца. Происходит сражение. Сатана знает, что не может произвести ничего в жизни, если он прежде не посеет семя в почву вашего сердца. Если он сможет заставить вас обидеться, разозлиться на то или иное и принять семя в почву вашего сердца и хранить его там, тогда поступив на основание этого согласно закону принятия, то, что в вашем сердце победит и охватит вашу жизнь. И вы скажете, как это оказалось в моей жизни? Откуда это взялось? Почему я не могу исцелиться от этого? Да, да. И другие подобные вопросы. Что, как сказал Иисус в 4 главе Марка, это произведет? Он сказал, что это уничтожит Слово Божье. Это украдет Слово Божье, которое было в вашем сердце. Вера приходит от слышания, от слышания, от Слова Божьего. И вера действует любовью. Когда дьявол может украсть это оттуда, тогда вы в большой беде. И вы говорите правильные вещи. Знаете, «Слава Богу! Аллилуйя! Хвала Господу!» Я подпрыгиваю в церкви. Я делаю все это. И у меня хорошие чувства. Мне нравится это. Я знаю, что Бог в моей жизни. Я знаю, что Он любит меня. Но почему я не могу прорваться через это? Я просто даю, даю, и не могу оплатить мои счета. Что тут происходит? Повесьте сначала карниз. Повесьте карниз, а не шторы. Повесьте карниз, на котором держатся все эти законы, и начните развивать это. И это начнет убирать это связующее звено, страх, пока он не уйдет. И это должно быть двигателем, который двигает вас делать это. Вы можете проповедовать проповедь по плоти. И что теперь происходит? Если теперь вы можете проповедовать проповедь по плоти, тогда он сможет заставить вас делать и другие дела по плоти. И знаете, вы можете сидеть там и переполняться гордостью и всем остальным, и совершенно не делать все это из любви Божьей. Поэтому нам действительно нужно обращать внимание на то, что мы делаем. Потому что, Господи, Господи, многие пророчествовали во имя Мое, многие делали замечательные дела во имя Мое, и вот Иисус, который говорит, «Я никогда даже не знал вас». Почему? Я никогда не знал вас. Подумайте о том, что Он сказал. «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» И Он сказал делать лишь одно – «Возлюбить Господа Бога вашего, всем сердцем вашим, всей душой, всем разумением и крепостью, и ближнего вашего, как самого себя». Но они пророчествовали и делали все это. Так и вы можете делать всевозможные вещи по плоти, и любовь не является мотивом этого. И это не будет высвобождать максимальный потенциал, который Бог для этого предназначил. Очевидно, что вы можете говорить на языках без этого. Потому что есть наставление об этом. Говорится, что если вы говорите языками без любви, вы не что иное, как множество шума. Вы можете, очевидно, пророчествовать без этого, потому что он сказал, что без этого пророчество прекратится. Да, поэтому вы можете делать исповедание веры, но горы не сдвинутся. Любовь — это двигатель. Скажу вам. Знаешь, любовь — это двигатель. Это мотив всего. Я хочу вернуться к шестой главе Луки. Я хочу рассказать вам кое-что, что со мной в связи с этим произошло. Я наткнулся на это однажды и подумал. Знаешь, мне не стоит молиться об одном и другом, если я не делаю здесь то, что он сказал. Поэтому я начал молиться. Я просто добавил это к моему молитвенному времени. И сказал, «Господь, знаешь, я молюсь за всех, кто злоупотреблял мной и гнал меня или мою семью, или это служение. Я ничего не имею против них. Я не тот, кто проклинает. Я тот, кто прощает». Я молился так. Я начал делать это частью моей молитвенной жизни. И если я не думал о ком-то конкретно, если не было ситуации, с которой я разбирался, то я просто говорил, «Господь, я что-то помню, а что-то забыл. Помоги мне, поддержи меня в этом». Я начал делать это и заметил, что когда я начинал молиться и говорить это вслух, начинал молиться в духе, то всплывали некоторые вещи. И я думал, я никогда не разбирался с этим. И затем всплыла эта ситуация. Я был в душе. Я не собираюсь зря тратить время в душе. Почему бы не молиться, принимая душ? Понимаете? Поэтому я развел привычку, что когда я включаю душ, я начинаю. Не так я в душе. И просто молюсь. Я сказал, «Господь, я молюсь за них». И он сказал, «Ты действительно имеешь это в виду? Ты не проклинающий?» Я сказал, «Нет». «А что насчет...» И он просто показал мне ситуацию. И я подумал, «О, Господь, я просто...» «Бог, мне стыдно, что я позволил этому зайти так далеко». Я сказал, «Я изменю это». «Я изменил это». Я сказал, «Я молюсь за...» И моя плоть просто взбунтовалась. Я не хотел этого делать. Но для меня не имело значения то, чего хотел я. Это основывается не на желаниях. Это основывается на этом. «Крехла, вокруг меня происходили события, и я не имел никакого представления, что они с этим связаны». И именно так дьявол и хочет действовать. Если он может заставить что-то происходить там, и вы не можете найти связь с тем, что произошло здесь, тогда он может продолжать делать это. Вы просто молитесь и исповедуете. И молитесь на языках, и все остальное, а это по-прежнему там. Вы знаете, что что-то неправильно. Я начал разбираться с этим. Мне потребовалось на это три или четыре сеанса в душе. В течение нескольких дней. И внезапно я начал любить этого человека. Я подумал, «Знаешь, я...» И внезапно я начал испытывать радость, когда я молился за них. Я просто презираю дьявола и то, как он действует против людей. Но я поймал себя на том, что я презирал людей и попадал в ту же ловушку, из-за которой я сожалел, что они попали в нее. Поэтому молитесь за лидеров, за правительство. Молитесь и разрушайте силу этой вражды там, чтобы это ушло оттуда. И следующее, что вы увидите, это что вы продолжаете и продолжаете это делать. И вы заметите то, что вы любите людей. И тот выбор, который вы делаете, высвобождая любовь к Божью, дает Богу возможность вмешаться в эти ситуации. Вот почему я говорю, что каждый раз, когда возникает давление, мы должны делать свой выбор. Я говорил о том, что это не происходит автоматически, потому что в каждой ситуации, пока вы не начнете включать вашу любовь автоматически, вам придется делать выбор. Это часть дисциплины, прежде чем ваша любовь перейдет в автоматический режим. Но, как ты говорил, что произойдет, если мы начнем проявлять любовь? Например, «Отец, я благодарю тебя, что божественная любовь действует прямо сейчас, прямо сейчас, чтобы исцелить эту страну от всякой вражды. Я благодарю тебя, что эта божественная любовь действует прямо сейчас, чтобы дать процветание этому служению, или тому служению, или тому человеку. Я благодарю тебя, что эта божественная любовь действует прямо сейчас, чтобы исцелить это физическое тело. Тем или иным образом, моя вера и мое исповедание превращаются в катапульту, которая переместит любовь Агапе из меня туда, где она начнет действовать верой в тех жизнях и ситуациях, которые имеют к этому отношение». Разве это не то же, что молитва праведного человека делает доступной огромную силу. Крефло, давай обратимся к 9 главе 2 послания Коринфи. Хорошо. Давай здесь кое-что отметим. Бог, который есть любовь, силен обогатить вас всякой благодатью, «Чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство были богаты на всякое доброе дело». Как написано, «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век, дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Да, я так считаю, да. Здесь говорится о некотором процветании. Это библейское определение процветания. Всякое довольство, всякая благодать. Это не маленькая порция благодати. Всякое. «Чтобы вы не нуждались ни в чем, никогда». Богаты. Хлеб, пища, семя. Все, что потребуется. И если это не любовь, тогда Бог не создавал яблоко, не повелел эти дожди. Скажу вам, это любовь. Это любовь и изобилие и процветание. Это результат любви Божьей. Бог, который есть любовь. Аллилуйя. Бог, который есть любовь, не был бы тем, кем Слово Божье говорит, он является, если бы он не хотел, если бы он не предложил, это нам. Изобилие. Все, что есть на небесах. Все. Все ваши нужды восполнены по его богатству в славе. Поэтому я не должен соглашаться на немного благодати, которая изобилует для меня, чтобы я иногда, имея некоторое довольство в некоторых вещах, был богат на два добрых дела. Половину хлеба? Да. Семя, которое не работает? Да. Ну уж нет. Сам закон любви это закон изобилия, проявленный в желании Бога дать нам процветание во всех сферах нашей жизни. Он хочет дать нам процветание в духе. Мы пропустили полное, настоящее определение процветания, споря из-за денег. Да. Процветание включает все сферы жизни. Изобилие включает все сферы жизни. Я не говорю только об изобилии денег. Я включаю изобилие денег. Я говорю об изобилии Святого Духа. Я говорю об изобилии мудрости. Я говорю об изобилии помазания. Я говорю об изобилии в каждой сфере. Процветание работает во всех сферах одинаково. Это процветание в каждой сфере, не только процветание в деньгах. Когда большинство людей слышит слово «процветание», они сразу же думают о деньгах. И они не правы. У них нет полного понимания этого. Мы говорим о процветании в вашем духе, в вашей душе, в вашем теле, в вашем браке, в вашей семье и в вашем банковском счете. Не только в банковском счете, но это включает в себя ваш банковский счет. Вы не можете использовать деньги отдельно от всего. Деньги сами по себе никогда не дадут определения процветанию. Потому что деньги сами по себе не смогут дать определение любви Божьей. Нет, нет. И они не сделают всю работу. Поэтому мы не говорим и не проповедуем против денег. Но мы пытаемся сказать, что если мы хотим понять, что значит полное процветание, мы должны понимать, что процветание имеет отношение не только к деньгам, и процветание относится не только к вещам. Все это включено в это. Но мы говорим о желании Бога любить нас, производя изобилие в каждой сфере, всякое благоволение, всякое земное благословение, постоянно, имея достаточно и не требуя помощи или поддержки, обеспеченные в избытке на всякое доброе дело и благотворительное даяние. Это любовь Божья. Абсолютно верно. И Бог, посмотри на то, о чем он здесь говорит в 13 главе первого послания Коринфянам. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а не имею отдающие любви агапы, тогда что? Я превратился в множество шума, медь звенящую или кемвал звучащий. Бесполезен, только шум. Затем он сказал, «Если имею дар пророчества и зная все тайны, и имею всякое познание, здесь есть дар пророчества, здесь есть слово мудрости, слово знания. И всю веру, то есть здесь дар веры, так что могу и горы переставлять, а не имею этого даятельного послушания заповеди любви», то я ничто. Посмотрите на это. Языки не будут работать без этого. Ну, конечно же, нет. Что языки значит без Бога? Бог есть любовь. Смотрите дальше. Там перечисляются все вещи. Почему кто-то думает, что деньги будут работать без Бога? Да. Да. Деньги без Бога – это проклятие. Бедность без Бога – это проклятие. Крифло. Все без Бога – это проклятие. Это проклятие. Поймите же. Без Бога все является проклятием. Процветание погубит глупца. Абсолютно верно. Кто такой глупец? Человек, который говорит, что Бога нет. Все это возвращается к одной центральной теме. Бог есть все. Он есть все. Он все чудесное, замечательное. Слава Богу. Иисус пришел потому, что так возлюбил Бог мир. Зачем Он пришел? Чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. В избытке. Разве Он не это сказал? В полноте. В полноте. Пока не потечет через край. Он пришел, чтобы я имел жизнь в избытке. В полноте, пока она не будет переливаться через край. Через край. Поэтому это хорошо, когда у меня переливающаяся через край жизнь. Я просто... Бог любит меня в переливании через край. Он любит меня в переливании через край. И когда ты это сказал, то я просто увидел Эдемский сад. Он создал здесь что-то, что являлось небесами на земле. Но о чем он думал? О переливании через край. Он планировал, чтобы этот маленький сад перелился через край на всю эту планету. Почему же Он не сделал так с самого начала? Потому что Он хотел, чтобы это сделал Адам. Он хотел, чтобы Адаму было радостно. Он хотел, чтобы Адам занялся этим и был в этом. Чтобы они могли сделать это вместе. Что Богу было нужно от планеты Земля? Ему она была не нужна. У Него было все, что Он хотел. Но это не было хорошим без Его человека. И Он создал всю эту вселенную для человека. И затем Он поместил человека в нее. Переливание через край, вот о чем Он думал. Если бы Адам остался с Богом, тогда вся планета превратилась бы в Эдемский сад. Знаешь, Он поместил в этом саду еще кое-что. Он посадил дерево, которое дало Адаму возможность получать подкрепление. Которое помогло бы ему понять, как заставить все это переливаться через край. Библия говорит в книге Малахии, «Принесите все десятины в дом-хранилище, и Я открою для вас отверстие небесное и залью подкрепление или помощь, так что у вас не хватит места, чтобы принять его». «И залью». «Я и залью». Посмотрите, что произошло. Вот почему Адам не завершил то, что Бог хотел, чтобы произошло. Адаму нужны были мудрость и подкрепление, чтобы сделать это, и все это было Ему доступно. Я понимаю. Он был создан со способностью вместить эту мудрость, но она еще не развилась в нем. Но десятина и послушание в отношении того, что Бог сказал Ему делать с этим деревом, с Его деревом. Если бы он делал то, что Бог сказал Ему делать с Его деревом, то каждый раз, когда бы он делал это из любви к Богу, принося эту десятину, делая то, что Бог сказал Ему делать с этим деревом, я не хочу отдавать десятину Богу только лишь из-за того, что есть закон и требование, чтобы я делал это. Я хочу приносить десятину Богу, потому что я люблю Его. И через эту мою любовь, в моем приношении десятины Богу, Он открывает отверстия небесные. Да. Каждый день. И изливает подкрепление в такой мере, что у меня не хватает места, чтобы принять его. И это правильно, потому что Он изливает это в таком избытке, чтобы я мог взять это, когда оно течет из меня, и быть благословением для кого-то. И затем Он благословляет еще кого-то, и мы все любим Бога, будучи послушными в том, что касается этого дерева, или послушными в том, что касается десятины. И это распространяется, и распространяется, и распространяется, и переливание через край становится реальностью, потому что я хожу в любви Божьей, и послушен тому, что Он говорит мне делать с этим деревом. Аллилуйя. Если бы он послушался того, что Бог сказал ему делать, это подводит нас к приношению наших десятин Богу, когда мы берем десятину и говорим, «Знаешь, Бог, это 10% прибытка, которым ты почтил меня. Я обращаюсь к тебе и из любви приношу тебе эту десятину и отдаю ее тебе из любви. Я буду почитать тебя этим из любви. Я буду послушен тебе в этом из любви. И ты откроешь отверстие небесное и дашь мне подкрепление, способность, помазание, благословение. Я буду любить тебя этой десятиной. И ты откроешь отверстие и проявишь любовь ко мне в переливании через край. Когда Божья любовь есть в переливании через край, это равносильно избытку и процветанию. И не только это. Но вы также открываете себя для того, чтобы переживать его присутствие. Да, да, да. И это ценнее всего. Всего, что есть на земле. Ответы ждут нас в присутствии Божьем. Господь в один день во время молитвы напомнил мне послание, которое ты проповедовал о связи десятины с помазанием. Он напомнил мне это. Я сказал, да, я припоминаю это. Я помню, как это благословило меня. Он спросил, ты веришь, что если ты принесешь мне мое, то я принесу тебе твое? Я сказал, да, это то, что говорит Библия. Он сказал, почему бы тогда тебе не проводить больше времени, принося десятину? Это здорово. И у меня не было никакого ответа к Рефлу. Мне было особенно стыдно за себя в тот момент. Он сказал, выбери время, и давай проведем какое-то время вместе. Приноси свою десятину. Поэтому мы с Глорией помолились и назначили конкретное время, когда мы отдаем десятину. И мы приходим перед Господом. И были времена, когда мы проводили больше половины дня в Его присутствии. Мы просто отдавали десятину. И разные вещи начинали происходить в результате этого. Всевозможные разные направления, идеи, концепции и понимания. Всевозможные замечательные вещи. Потому что мы уделили время, чтобы принести Ему то, что Его. И я начал получать определенные понимания. Знаешь, Адам должен был трудиться над этим деревом точно так же, как он трудился над другими деревьями в том саду. Ты знаешь, что плод, который приносил то дерево, Бог дал ему совершенное дерево с совершенным семенем, которое приносило совершенный плод. Он дал ему самые лучшие плоды в саду, от которых он мог приносить десятину. Подумайте, какое семя он сеял. Он сеял самое лучшее, что там было, когда он сеял с Божьего личного дерева. Знаешь, это самый красивый плод во всем саду. Я бы точно хотел съесть кусочек его. О, это самая красивая вещь в саду. Я сказал, Господь, что бы произошло, если бы он это сделал? Если бы он сказал, «Нет, я не стану это есть. Это Божье. И я принесу это Ему. Это мой подарок тебе, Господь. Я трудился над этим деревом, и смотри, что это дерево произвело. Это самое красивое дерево в этом месте. И я приношу тебе твой плод». Знаешь, что бы Бог сделал? Мол, прежде всего, он начал бы тренировать и учить его, давать ему мудрость о добре и зле, и всех этих вещах, и помог бы ему возрастать. Это стало бы семенем, которое бы работало для всей остальной земли. И не только это, но как-нибудь позже, я не знаю, когда и где, но как-нибудь позже Господь бы сказал, Он бы сказал, «Вот парень». Хочешь откусить кусочек этого? Разве нет? Да, любовь бы поступила так, конечно же, он бы сделал. Конечно. То, что произошло бы потом... Но он украл это. Да, ему это не было предложено. Нет, не было предложено, он украл это. Что бы произошло, если бы Адам, даже после того, как он украл это, обратился бы к любви и спросил, «Ты простишь меня?» Да, он так никогда и не принял ответственность за это. Он обвинил в этом дар любви, которую Бог дал ему, а также жену. Он обвинил в этом ее, и обвинил в этом Бога за то, что он дал ей... Он все еще оставался в своем эгоизме. Да, оставался. Его эго ожило. Его чувства поднялись над его духом и тем, что стояло на первом месте. И все, что ему нужно было сделать, я не думаю, что что-то из этого... Любовь должна была бы простить его. Любовь должна была простить его. Но разве любовь простила бы и не исправила? Все было бы исправлено, как ты думаешь? Произошли бы всевозможные, чудесные вещи. Запомните это. Все бы остановилось. Но он так никогда этого и не сделал. Почему? Разве это не эгоизм, который появляется иногда в жизнях людей, и они отказываются оставить себя? Ты увидишь подсказку. Сразу же пришел страх. Именно это и произошло. У него не было понимания, что такое страх. Он не знал, что делать со страхом. Он не знал, что такое смерть. Он никогда об этом не слышал. Он не продержался достаточно долго с Богом, чтобы узнать обо всем этом. Итак, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. То, что было верой, теперь стало страхом. Когда вера приходит, страх уходит. И затем, когда он услышал голос Божий, он убежал. Крефло, он не понимал, почему он это сделал. Он просто убежал. Но если бы он оставался достаточно долго и был бы послушан достаточно долго, то у него было бы больше, чем просто понимание. Он был бы знатоком в том, что делать, когда такие вещи происходят. И это снова говорит нам о том, будем ли мы оставаться достаточно долго в любви Божьей. Я знаю из того, что говорят Писания, что Инох узнал об этом. Поскольку сказано, что Инох ходил верой. Как я могу видеть, об Адаме такого никогда не говорилось. Но Инох ходил верой. Очевидно, Адам сел с ним и рассказал ему, что он должен был сделать. Инох понял это. И стал так близок к Богу, так близок с Богом, что он ушел домой вместе с ним. Он все еще там. Он пошел с ним домой. В нашем даянии, когда мы даем, приношение ли это первых плодов, или пожертвование, или десятина, или приношение, мы делаем предложение Богу. Это должно основываться на двигателе и мотиве любви к Богу, чтобы это могло придать силу нашему даянию. Ты так сильно сказал об этом, что он взял то, что ему не было предложено. Он украл. Он украл это. Что-то, что Бог по своей любви предложил бы ему. Его старший сын Каин пошел по его снопам. Бог поправил его и сказал ему, молодой человек, грех у твоей двери. Да. Не делай этого. Не делай этого. Но он... Самое главное в том, что он сделал. Он медлил. Он не отдал Богу самое первое. Если вы будете изучать это, в особенности, если вы обратитесь к более подробному переводу текстов с иврита, вы узнаете, что он принес от плодов своей земли только с третьим урожаем. Это не годилось в пищу. Он съел первый урожай, он съел второй, не принеся Богу ничего, пока не взошел третий урожай. Если у вас когда-нибудь был огород, Боже мой, эти бобы третьего урожая, они просто как резина. С таким же успехом можно съесть эту ручку. Они ни на что не годны. И он подождал, пока это не станет бесполезным, и затем принес это Богу. Мне нравится, что сказал про Адама Кейт Мур. Точнее, про Авеля. Он сказал, что Авель был пастухом. У него были овцы. И он выходит и смотрит по сторонам. И он смотрит на эту овцу и говорит, «Нет, это не пойдет, у нее болтается ухо». Он еще посмотрел, «Нет, это не годится, у нее плохой глаз». И еще посмотрел. И вот маленькая, пушистая, эта пушистая, питомец всей семьи. Она всех очень любит. Она совершенно со всех сторон. И он говорит, «Только пушистая, достаточно хороша для Бога». И он отдал из лучшего. Оттука своего стада. Да. Оттука. Тем или иным образом, это связано с помазанием. Ты помнишь Висайя 10, 27? Да. В оригинале сказано, «Потому что, когда вы отдаете оттука из ваших лучших вещей, тогда вы ставите Бога в такое положение». Там написано, что у Ирмора спадется оттука. Оттука или жира на вашей шее. Ваша шея стала настолько толстой, что Ирмони помещается на вашу шею. И вот что происходит, когда вы даете Богу ваше лучшее пожертвование. И вы даете Богу оттука вашего имения. Обильно. Тук. Мы говорим о процветании и лучшем, что у вас есть. О чем-то значительном. Вот о чем говорил Джерри Савелл, что настоящий прорыв принесет даяние оттука вашего имения. Не чаевые или подачки, но самое лучшее из вашего имения. И Бог поворачивается и говорит, «Знаешь, что я сделаю? Я высвобожу тук для тебя. Я воздам тебе оттука». Знаешь, я могу видеть там Авеля, он выбирает в стаде пушистую овцу. У него на этот счет даже не возникает никаких вопросов. Он просто выбирает пушистую овцу и говорит, «Это то, что получит Бог». И он идет и говорит, «Знаешь, вон там есть еще одна, почти такая же красивая, как эта пушистая». «Ну да, да». И, наконец, он говорит, «Бог, какую из них ты хочешь? Ты можешь взять их всех. Я просто отдам тебе. Это пушистая будет первая. Но ты можешь взять все». Он так восхищен. Он едва сдерживается. И вот что происходит, когда течет Божья любовь. У нас есть что-то, чего не было у него. У него не было искупителя, а у нас есть. У нас есть любовь Божья, которая излилась в наши сердца. Мы были рождены свыше. У нас есть оружие света. У нас есть все оружие Божье, которого не было у Авеля. Наше время подошло к нам. Снова? Снова. Боже мой. Слава Богу. Мы вернемся через минуту. Вы понимаете? Особенно те из вас, кто является партнерами этого служения. Вы понимаете, в чем заключается наша работа? Крефло. Это история о заповеди любви и Боге и том, кто Он есть на самом деле, должна быть рассказана как свидетельство для всех народов. и тогда придет конец. Аминь. Я как никогда раньше, еще более ясно понимаю, что нам поручено. Нам нужно проповедовать о рождении свыше, о Святом Духе, о праведности, но все это должно быть обернуто в любовь и должно проповедоваться снова и снова так, что ключевым аспектом во всем этом является любовь. Именно это мы и призваны делать. И мы будем это делать. Слава Богу. С Богом, как нашим помощником. Мы сделаем это. Каждая пятница, как большинство из вас знает, является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Я сказал это потому, что я хочу, чтобы вы знали, что мы будем делать с финансовым семенем, которое вы сеете в это служение. Сеете вы его или нет, это между вами и Богом. Отец, мы молимся сейчас об этом. Я прошу тебя открыть людям, каково их участие в финансах этого служения. И мы верим, что они будут послушны. И когда они сеют свое семя, мы верим и молимся о том, чтобы Божий избыток тек обратно в их жизнь в потрясающих, чудесных пропорциях любви. И мы благодарим тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. У нас есть работа, и мы ее выполним. Аминь. Хвала Господу. Если вы хотите быть нашими партнерами в этом, просто будьте послушны тому, что Господь говорит вам делать. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, то ваши пожертвования не уходят в Соединенные Штаты. Я не думаю, что в этом было бы что-то неправильное, но именно так Господь сказал нам это делать. Ваши пожертвования останутся в том регионе, в офис которого вы их отправляете. Так что то ответственность того региона, а это ответственность этого региона. Хвала Господу. Поэтому молитесь об этом и затем свяжитесь с нами. Вся необходимая информация сейчас на вашем экране. Если вы хотите заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Крефла, спасибо тебе. Спасибо. Я просто не могу передать словами. Я бы мог сказать это тебе на иных языках, но не могу. Аминь. Спасибо за то, что ты приехал сюда и был на этой передаче. И просто за то, что ты мой друг. До встречи. А пока мы, Кеннет Копланд и Крефла Доллар, снова напоминаем вам, что Иисус Господь.